В последнее время растет интерес к использованию аэровездеходов как средство передвижения в труднодоступных районах или на непригодный для традиционных транспортных средств местности. Эти уникальные машины обеспечивают возможность преодоления разнообразных преград, начиная от водных просторов и заканчивая сложной заснеженной территорией – Торосными полями. Сегодня мы рассмотрим один из самых мощных и в то же время самых комфортных аэровездеходов семейства Нерпа – Нерпа 1010. Проанализируем ее возможности, преимущества и области применения. Цельносварной корпус Нерпы без надувных баллонов или чешуи позволяет перевозить пассажиров миссизонья по любым типам водоемов – снежному покрову и льду. В аэровездеходе применяется инновационная запатентованная защита алюминиевого корпуса, не имеющая аналогов как в России, так и за рубежом. Корпус Нерпы надежный и непотопляемый. Здесь не используются баллоны, потому что они крайне ненадежны, так как при малейшей потере воздуха лодка теряет плавучесть и попросту тонет. Здесь нет также ненадежной чешуи. На Нерпу установлены большие листы ПНД, которые прикручиваются к корпусу с помощью болтового соединения. Если возникла необходимость замены, то просто откручиваются болты с двух бортов, лист демонтируется, устанавливается новый. И все. Поехали! Поэтому обслуживание здесь занимает минимум времени. Преимуществом Нерпы 1010 несомненно является и экономичный дизельный двигатель. Вдвое эффективнее бензиновых аналогов такой же мощности. Он обеспечивает увеличенный диапазон и снижает расходы на топливо. Здесь устанавливается новый двигатель Каминс – 450 лошадиных сил. Не путайте с КамАЗом. Это совершенно другой агрегат. Каминс – легенда. Надежный двигатель, зарекомендовавший себя в военной технике. Он не боится морозов, может эксплуатироваться до минус 50 градусов, что очень важно для работы в экстремальных условиях севера. К тому же в этих регионах существуют проблемы с качеством бензина. Да и на морозе бензин может подвести. Поэтому только дизель. Лодка оборудована трансмиссией с запатентованным ременным V-образным редуктором для оптимального распределения нагрузки. Такое решение обеспечивает безопасность и звукоизоляцию, а также позволяет разместить двигатель внутри корпуса лодки. Он гораздо прочнее цепи и гораздо надежней. Для создания тяги используется система из двух пропеллеров диаметром 2,5 метра. Такой внушительный размер пропеллеров служит для реализации большого крутящего момента. Здесь пропеллеры крутятся в одну сторону, но в середине у них есть перехлёст, что дополнительно даёт большей КПД тяги. Это тоже наша запатентованная разработка. Отдельно нужно отметить ещё одну нашу разработку. Аэролодка оснащена амортизирующей пневмоподвеской кабиной для более плавного и комфортного движения. Наличие пневмоподвески превращают Нерпу в лимузин среди аэролодок, подстраиваясь под различные условия езды, позволяя сохранять уровень комфорта в любых условиях. Эта система также снижает ударные нагрузки на днище лодки в пять раз, что даёт возможность увеличить скорость даже на торосовых полях и продлить срок службы защиты корпуса. Кабина Нерпы имеет тепло-шумоизоляцию. Отопление идёт от двигателя. Установлены две печки. В кабине имеются раздвижные окна. Люк. На панели приборы контроля двигателя. Тахометр со счётчиком моточасов. Указатель температуры двигателя. Уровня топлива. Давление масла. Указатель скорости. Бортовой компьютер. Прикуриватель. Всего 10 посадочных мест. Кресла водителя и пассажира комфортабельные. Имеют подголовник, регулировку положения сиденья и спинки. Установлены два дивана на 4 места. Лобовые и боковые окна, стеклопакеты, армированные ударопрочной плёнкой. Стоит электрический стеклоочиститель лобового стекла. Примечательно, что этот аэровездеход при всей своей мощи развивает скорость до 130 км в час по снегу и 65 км в час по воде. А непотопляемый корпус, отсутствие баллонов, чешуи. Новый коммерческий дизельный двигатель Каменс, пневмоподвеска, делают эту мощь ещё и безопасной. Мощный и впечатляющий вездеход Нерпа 1010, несомненно, является важным средством передвижения в условиях, где автомобили или суда не могут добраться или действовать эффективно. Его способность преодолевать различные преграды открывает новые перспективы в области транспортировки грузов и людей, а также осуществление оперативных операций в отдалённых и экстремальных условиях. Пишите комментарии, обязательно на них ответим. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok